Здравствуйте, меня зовут Татьяна, я рада приветствовать вас на своём канале. Пока устанавливала штатив, увидела, взошло солнышко, вышло точнее, и отбрасывает на стене такие чудесные тени. Так приятно побаловаться. Ещё разочек, пожалуйста. Театр теней. Привет! Привет! Листочек, отвечай давай. Так, прошу прощения. Бывает. Сегодня я хочу вместе с вами начать новый процесс. И процесс это будет из пряжицы. Ализе Ланаголд Классик Файн. Очень хвалили эту пряжу, а я никак не подружусь с ней. 49 шерсти, 51 акрила, 390 метров, 100 грамм. Цвет белый, номер 55. Спицы рекомендуются 2,5-4. Я буду именно... Я буду 2,5 использовать. Это будет мужской пуловер. Откуда тут красненькая ерунда у нас? Мужской пуловер. И что я могу пока сказать. Файн я сама не вязала. У двух подруг мы учились вязать. То есть, имела дело, держала в руках. И знаете, нравилась пряжа. Я понимала те восторженные отзывы, которые были рукодельниц. Но, когда начала работать именно с белой пряжей, Ализе Ланаголд Классик Файн, ощущение, как это сказать, не полушерсти, а ощущение акрила какого-то. Иногда акрил 100% кажется, иногда кажется акрил с хлопком. Мне не совсем нравится, как ложится белая ниточка. Мне не совсем нравится она в ощущении. Хотя такого в другом цвете не было. У меня тоже такой коричневатый цвет был. И сейчас он есть. Может, я еще к нему вернусь. Но надо пряжу извязывать. И так как я закончила работу над двумя проектами. Один прям темный шоколадный по ловер сыну. И один полутемный себе кардиган Пальтович. Душа просит беленького, светленького. Знают рукодельницы, что как-то хочется менять цвет иногда. В одной цветовой гамме. И глаза устают, и руки устают. И вот мне хочется связать, я обязательно свяжу мужской пулловер белый. И пусть там будет он тонкий. И пусть мне не очень нравится, как ложится. После стирочки все вытянется. Потому что я понимаю, что себе я уже не свяжу. Потому что носить такую полупрозрачную я не буду. А на молодой красивой фигурке все сойдет. С маечкой или не с маечкой будет носить. Да, свитер это тоже будет сыночку. Там посмотрим. Но он ему точно понравится. Потому что пока молодость, пока такой эй-эй-эй, этот пулловер сойдет за очень стильный, хороший. Я уж постараюсь. Он, как обычно, будет очень простым. И я решила записывать видео, немножко опережая, что ли. То есть я сниму видео, выгружу его, загружу точнее на YouTube в закрытом доступе. И если у меня пойдет, 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 я еще одно загружу видео и так далее, и так далее, тогда, может быть, просто как будет 3-4 видео уже в этом плейлисте, назову его просто белый пулловер мужской. Тогда, да, когда будет уже 5-6 видео, может быть, я первое видео буду выгружать, когда уже будет вырисовываться свитер. Почему-то я так хочу, сама не знаю. То есть, если вы видите данное видео, значит, точно есть уже, как минимум, второе и третье по продвижениям. В моем рукодельном блокноте, вы знаете, что я завела блокнотик, куда записываю все, что я связала, да? Записываю, конечно, в своей манере, вот из чего вязала, что получилось, шарфик. Вот это в процессе сейчас мой кардиган пальтович, это носочки, я уже их показывала. И вот тут планировался джемпер-беляночка. Мы с подругами купили все белые вот эту пряжу, и даже я уже пыталась сразу два. 8 января я начала распуск, потом здесь еще 10-го начала распуск, 12-го, и я потом так сложила, потому что у меня не пошло. Вот, и поэтому у меня будет попытка номер 2, сейчас будет все замечательно, просто не моя пряжа, мне она не подходит. Я говорю, какое-то у меня ощущение акрила, хлопка, ну, не то, чего я ожидала. Потом это у меня косметичка, ля-ля-ля, и вот здесь, значит, сейчас пока расчеты сыну. А вот сейчас я вам расскажу, как я набрала и что я делаю. Для тех, кто идет. Горловинка у меня будет простая резинкой 2х2. Даже здесь цифры, не буду их, как так сказать, чтобы они засоряли пространство. Я хочу, раз у предыдущего свитера регланок у него были просто изнаночные петли, значит, здесь что-то будет. Ну, такая что-то похожая на колосочек, на косичку, очень реденькая, нечастая. Хотя пряжа тонкая, можно сделать и частая, но я не хочу часто. Вот. 6 петель идет на косу, 7-8 на 2 изнаночных около нее. Получается 8 петель на каждой, на каждую линию реглана. Уже много, а так бы я, может быть, даже сделала 10. Я люблю, когда 2 изнаночных. Ну, а так, в общем, 6 лицевых и по 1 изнаночной. Это у меня такая будет линия реглана. На рукава после долгих расчетов я положила по 12 петель, хотя хотелось мне, конечно, 15 стартовать. Дальше 32 петли на спинку и 40 впереди. Вот на таком конечном итоге я остановилась. На рукавах у меня было чуть побольше. Но так как, не знаю, не любят лишнего на рукавах, я-то люблю для себя, даже намек на летучую мышь не надо, я попробую так. Потом посмотрим. Говорю, если это видео смотрите, значит, я иду вперед, значит, у меня уже что-то связано и более-менее получается. Я спина догонит перед после 4 поворотных рядов туда-сюда. 32 петли, смотрите, да, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. После 4 поворотных рядов спиночка у меня сравняется с передом. Ну, и, соответственно, рукава будут не 12, а 4 поворотных ряда, 4 прибавочки. Это будет 16, когда мы выйдем уже на финишную прямую. Но в этот раз я ограничилась не только рукавами, когда вязала росток. После 4 поворотных туда-сюда спиночка отличалась от переда, ну, прям, вы знаете, ну, наверное, всего 2 сантиметра, и то не полных 2 сантиметра. И я, то есть, не только в рукавах, как я учила вас, я оставлю ссылку под видео, где говорю, как я вяжу росток. И я не только на рукавах в этот раз, да, дошла, 12 петель вот этих я разделила на 4, условно, по 3. И поэтому я захватывала 3 петелечки, здесь 3, потом здесь еще 3, здесь еще 3, и так далее, и так далее. Так вот, я посмотрела, росточек маленький, и в этот раз я впервые, я такое не практиковала, или я не помню, я, правда, не могу сказать, вышла на петель. То есть, когда у меня спинки, петли рукавовочков закончились, я пошла и взяла 5 петель переда, потом опять все связала, 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 забрала здесь 5 петель переда. Еще раз сходила, росточек мой все увеличивается, еще раз взяла 5, и еще раз взяла 5. И получалось 5D5, 5D5 это 20, а вот центральные 20 остались нетронутыми, и я пошла вдоль питерской уже вязать. И тогда росточек все-таки сантиметра, ну, в районе 3 сантиметров он у меня есть. Пряжется прям очень тонкой спицей, я взяла 2,5, вроде все сказала, спицы 2,5, рекомендую 2,5-4. Я взяла самые маленькие, и, знаете, прям я не скажу, что туго. Вот, я знаю, что просто вот сыну я что-то свяжу, себе как-то я вот, ну, не получается, у меня уже не было попытки, но не было нормального результата. Здесь у меня пока просто лицевая гладь, пока, но я знаю, что я сойду с ума вязать просто лицевую гладь, я что-нибудь придумаю. У меня есть кое-какие задумки, и если они воплотятся, как всегда, простенько все будет, простенько, но с какой-то изюминкой. Если они воплотятся, я покажу вам в следующем видео, что там я на лицевой глазе напридумывала. Так как у меня образцов нет, конечно, нормальная рукодельница, это все на образцах, должны посмотреть. А я прямо на таком изделии посмотрю. Так что, если не будет красиво, придется распускать все изделие. Ну, я в своем репертуаре. Вот. Итак, что у меня на данный момент получилось? Я еще раз скажу, что 32, две петельки спинка, 40 перед, по 12 на рукава. Если у вас рукав, ручка потолще, мужчина, которому вы вяжете, то, конечно, надо не 12, надо, может быть, 14-15 взять петельчик. Да, 15-15-30 будет, да, в сумме почти придем. Взять их можно из воздуха, из космоса, тогда мы петли горловины чуть прибавим. Кстати, сколько у нас на горловину? Я набрала 120, по-моему, 32 до 40. Вот я забыла, 8 плюс, вот вчера писала, 84-32, это я 4 реглана, по 8. И две части рукава, по 12, 24, 6, 7, 8, 7, 8. Так, получается, я набрала на горловину 128 петель, я ничего не напутала. 32, это спинка, 40, это перед, 32, это 8, 4, 30, 24, это 2 рукава, по 24. Да, я ведь вот бумажку рассчитала, выкинула, все в порядке. 2, 2, 4, 8. Откуда она тогда на ум-то пошла? 7, 10, 13. Да, 120, вот на горловиночке 128. Да, я сначала набрала 112, что ли, как-то мне маловато показалось. 128. Это и не так туго, нелюбимо туго, но и не так слабо. Сейчас покажу. Ой, забыла снять крутейший маркер. Ну ладно, вы уж привыкли, наверное. Итак, вот она горловиночка, резинка 2 к 2. 128 я сказала, да? Петель, но я только сейчас сказала количество. Вот он регланчик, линия реглана. 6 петель посерединочки, по одной изнаночной с обеих сторон, которая выходит на лицевую, именно изнанку. Спрашивали, как прибавлять... Откуда солнце вышло? Обычно солнце помогает съемке, а здесь что-то. Как прибавлять? Значит, если вы... Вот у меня линия реглана, вот у меня идет полотно. Прибавлять можно несколькими способами. В данном случае я просто накидываю перекрещенную петлю. Вот это моя прибавка. И пошла дальше вязать лицевыми. Вы знаете, вот просто можно взять вот так вот, крутанить ниточку, вот она, одеть на спицу и подтянуть. И тогда получится вот так, как у меня. Можно делать простой накид. Прямо вот вяжете, как вы привыкли. Оп! И пошли. И тогда здесь будет дырочка. И еще один способ, который я знаю, может быть, еще миллиарды-миллиарды, это расщепление той петли, которая рядом. Почему-то чем дальше, тем лучше. Мы просто берем, расщепляем петлю, петлю, накидываем и вяжем. Но этот способ, он не мой. Сейчас я верну все на круги своя. Прости, пожалуйста. Это все для обучения. Итак, я в данном случае просто делаю вот такую петелку перекрещенную и затягиваю все и вяжу. Одна в одном ряду мы прибавляем, в другом ряду мы просто провязываем. Вот таким образом мы вяжем. Так, линию реглан показал. Ой, Марьяка, дай я тебя уберу. Позорщито мою маленькую, красивенькую, полосатенькую. Несмотря на то, что у меня 6 петель, солнце вот так, наверное. Несмотря на то, что у меня 6 петель, я взяла не жгут, а взяла все-таки колосочек. Только перекрест я делаю таким образом. Одну за работу, две провязываю. Две впереди работы, одну провязываю. Я оставлю ссылку на то, как я делаю, вяжу колосочек. Кому интересно, кто вообще новичок. Только там я вяжу колос из 12 петель и перевитие делаю из 4. Здесь же у меня всего 6 петель. На 4 части их не разделишь. Вы можете взять 8, тогда будет 2 и 2. И вяжу я. Еще раз говорю, в перевитии участвуют у меня 1 и 2 петли. 1 и 2. 1 за работой 2, 2 впереди работы 1. И получается тоже такой приятный колос. Перевитие я делаю через 6 рядочков. Вот вру, через 12. Я просто считаю по 2 ряда. Вот так вот считаю 2, и 6 там у меня. Поэтому через 12, конечно же. Я для упрощения считаю парами. Вот. Пока у меня вот всего лишь ничего. Простая лицевая гладь. Но я кое-что придумала и покажу вам. Пока даже я простворить не могу, потому что сойдет со спицы. Покажу об этом в следующем видео. Если будет интерес, смотрите. Будет что-то простенькое, но интересненькое. Так. Вроде все. На этом я заканчиваю данное видео. Первое. Будем вместе двигаться, продвигаться. Будет наш пулловер расти. И надеясь радовать хозяина. Всего вам самого доброго. Вяжите на здоровье, на радость себе и окружающим. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин